К нему особенно почему-то было склонно купечество, где-то я его понимаю. Мы с вами находимся по адресу улица Гагарина, 22-24. За моей спиной целый ансамбль, состоящий из четырех зданий, которые были возведены на деньги купца Павла Алексеевича Липатникова. Прежде чем сказать об этом человеке, а он этого безусловно заслуживает, я хотел бы обратить внимание, что все четыре здания, принадлежавшие Липатнику, они выкинуты вдоль правой стороны улицы Гагарина. Вообще-то прежнее название, дореволюционное название этой улицы, вторая взвозная. На Руси так назывались улицы, которые шли от реки в сторону коренного берега. И эти четыре здания выстроены, ну так, давайте я выражусь в петербургском стиле. Что я имею в виду? Они выстроены вплотную друг к другу. И внутрь ведут лишь только проемы, а внутри то это знаменитые петербургские колодцы, описанные Достоевскими и другими писателями. Но вернемся к этим постройкам. Им больше ста лет. Точная дата пока неизвестна. И построены они были Павлом Алексеевичем Липатниковым. Павел Алексеевич, он человек, который заслужил высокую репутацию в городе, купец, предприниматель. Но его отец Алексей был рядовым, служил в Омском гарнизоне. Был, что называется, рукастым человеком и столяром, и плотником. И сумел, видимо, накопить определенные средства для того, чтобы его сын сумел уже активно заняться торговой деятельностью. И вот выстроил эти четыре здания. Кстати говоря, Липатниковым, Павлом Липатниковым, в Омске было выстроено 30 каменных кирпичных домов. Как правило, это были либо доходные жилые дома, из них 20 сохранилось до настоящего времени. И Липатников, когда поставил задачу архитектору строить этот дом, это здание, оно было предназначено для двух целей. На первом этаже это магазины, поэтому мы сразу увидим, что окна большие и широкие светлые, для того, чтобы можно было обозревать выставленные в витринах товары. А второй этаж, это либо конторы деловые, либо сдаваемые квартиры. Кто был архитектором? Имя его неизвестно, но я позволю высказать свое предположение. Я подчеркиваю, это мое предположение. Архитектором этих зданий мог быть Леодор Геннадьевич Хворинов. Это тот архитектор, по проекту которого выстроен магазин и жилые покои Марии Александровны Шаниной, или, скажем, по проекту которого выстроен наш Омский драматический театр. Какие аргументы мои? Достаточно сопоставить богатство барочных украшений, которые мы здесь видим, на этом здании, и на магазине, ну или жилых покоях Шаниной. Затем, там Хворинов решал задачу, когда здание шло от поймы Ами на берег. И здесь ему пришлось тоже решать эту задачу, ибо южная часть здания, она трехэтажная, а остальная часть двухэтажная. Ну а теперь о самой постройке, выстроенной в стиле эклектики. Мы здесь видим и элементы классицизма. Достаточно взглянуть на вот эти сдвоенные пилястры. Пилястры – это ложные колонны, которые покоятся на базах и увенчаны капителями с растительными узорами. Это, конечно, отсылает нас к архитектуре античного мира Греции и Рима. Разнообразные замысловатые формы атики с бычьим глазом. Достаточно указать на вот эту рустовку первого этажа с горизонтальными и вертикальными желобками или канелюрами. Этот прием использовался тогда, когда стремились игрой тени и света придать зданию особую нарядность и привлекательность. Хворинов, кстати говоря, его использовал при проектировании здания технического училища имени Александра Третьего. Это бывшая Атлантида, так или здание завода электроточек, прибор. Но вместе с тем, конечно, видимо, по заказу Липатникова, человека, обладавшего внутренней тягой к красоте, широко использовались и элементы барокко, московского барокко. Барокко вообще термин, ведущий свое начало от португальского слова. Барокко – это так назывались красивые, изумительного рисунка жемчужины. И вот этот стиль пришел сначала из Западной Европы, наши две столицы, затем он широко распространился по провинции. И к нему особенно почему-то было склонно купечество. Где-то, я его понимаю, им хотелось, чтобы их здания выглядели нарядными, богатыми, привлекательными, демонстрирующими их, ну, состоятельность, их благополучие. И вот эти многочисленные элементы барокко мы можем наблюдать по всей поверхности здания. Ну и использовались тоже так называемые фигурные кронштейны. Эта деталь тоже, она не играла такой принципиальной роли, она и служила украшением. На них как будто бы держались карнизы. Это памятник, еще один памятник нашему замечательному земляку, успешному предпринимателю, творцу, созидателю Павлу Алексеевичу Липатнику.